Всем привет! И это второй выпуск исторического туризма от мира Сан-Андреаса, где я покажу вам места, которые имеют связь между игровым миром и миром реальным, а именно объекты исходного материала, которые послужили текстурами в игровом мире. Или просто решения, которые были заимствованы в игру, даже если для этого не пришлось делать специальные снимки для текстур. И так как в прошлый раз мы остановились на доллар дискаунте неподалеку от спортзала в Лос-Сантосе, если пройтись поближе к входу в спортзал, сложно не заметить написанную необычным шрифтом огромную испанскую надпись ESTACIONAMIENTO, которая переводится как парковка. Над ней есть английский вариант надписи, чтобы люди не ломали голову с переводом, но нигде поблизости не видно парковки, даже если заглянуть в подворотню доллар дискаунта. По-моему, такая вещь менее простительна, чем несоответствие витрин к названиям магазинов, так как носители языка могут не понять, почему надписи есть, а парковки нет. А русскоязычному игроку все равно, подумаешь, какое-то непонятное слово написано на стене. В этом блоке парковка есть, но совсем на другой стороне и куда разумнее было бы разместить ее там. Эта надпись располагается по адресу 7922 Южной Центральной Авеню в Лос-Анджелесе, и увидеть ее на панорамах гугла можно только в 2007 и 2008 году, а с 2012 года там будет уже совсем другой рисунок, но содержание надписи в корне не изменится. Вы замечали, что кроме испанской и английской надписи на стене нарисованы еще какие-то непонятные огрызки? Так вот, эти огрызки — это части из соседнего изображения на текстуре, на которых были изображены товары, которые часто рисуют в восточном Лос-Анджелесе на стенах магазинов. В текстуре присутствует альфа-канал, поэтому мы не видим голубой фон вокруг надписи и не знаем, что ее вариант на английском языке — это уже содержимое фотографии с другого места. По соседству с самым первым магазином одежды Бинко, слева мы можем увидеть сложный рисунок с надписью Flores Mini Meat Market и множеством товаров, включая корову и что-то наподобие черной свиней. Такой же магазин есть и в восточном Лос-Антосе, но он сложен более интересно и участок со словом Market с этой свиньей используется как главный баннер магазина, несмотря на кривую врезку текстуры. А испанский текст «карницерия» и «панадерия» там использованы на выносной части. Если хотите знать, «карницерия» — «карницерия» — «это мясная лавка», а «панадерия» — «панадерия» — «это пекарня». И это все находится там же, где и надпись «парковка», но в гугл панорамах такое плохое качество изображения, что если захотите разглядеть эти рисунки, лучше использовать изображение из игровой текстуры. Рисунки были вырезаны и размещены на бежевую текстуру неизвестного происхождения, но вырезаны были так неаккуратно, что в некоторых местах можно заметить остатки голубого фона. Перейдя через железнодорожный переезд, одно из первых заведений в Айдлвуде, которое нас встречает, это магазин спиртных напитков «Тони», который в игре не будет уникальным, так как есть еще один в Виллоуфилде с деревянным столбом, пронзающим его вывеску. В Лос-Анджелесе этот магазин называется так же и находится по адресу 5707 Бульвара Санта-Моники. Только до 2008 года можно застать вывеску целой, так как с 2009 у нее отвалится кусок четвертой буквы, а к 2014 году эта вывеска изменится полностью. В 2016 надпись «Тони» станет красного цвета и в таком состоянии останется до текущего времени. Есть еще одна интересная вещь. Кирпичные стены под обоимя магазинами, а также под иным алкогольным магазином в Айдлвуде и амунацией в Виллоуфилде, используют бесшовную текстуру коричневой кирпичной стены с некоторыми кирпичами, окрашенными в белый. Эта текстура также создана с небольшого участка стены реального магазина «Тони», и это можно понять, найдя подходящую комбинацию кирпичей, схожую с той, которая изображена на текстуре. Эта стена была поштукатурена и окрашена в период с мая по сентябрь 2011 года. Сразу же напротив магазина спиртных напитков «Тони» можно заметить синюю вывеску, на этот раз уникального магазина «Сити Бургерс». Правда, слово «Сити» написано с ошибкой, но это было сделано намеренно, так как этой ошибки нет в настоящем магазине по адресу 716 Южного Бродвея в Лос-Анджелесе. Также на игровой текстуре были удалены цифры. Вывеска исчезла к 2011 году, и на некоторых панорамах после 2011 года можно заметить, что когда находящийся рядом магазин одежды перестает работать, мы видим пустую белую вывеску над ним. На более современных кадрах на этой вывеске частично видно название магазина «Сити Бургерс», которая наверняка была в нормальном состоянии когда-то давно, ранее 2008 года. Если перейти по мосту к баскетбольной площадке Восточного Лос-Сантоса, угол здания через дорогу будет занимать магазин «Гарсия Дискаунт». Такой же есть и в Восточном Лос-Сантосе. Его можно найти по адресу 8876 Южной Центральной Авеню. Текстура была помещена на ту же основу, что и Флорес Мини Мид Маркет. Гугл Панорамы позволяют нам увидеть этот магазин только в 2007 году, а уже к 2012 там будет совсем другой магазин. В 2015 еще один, но в том же 2015 он закроется, и дальше помещение будет всегда закрыто, а над ним будут рекламироваться евангелические служения. Этот магазин легко спутать с другим магазином «Гарсия Дискаунт» по адресу 11226 Южной Центральной Авеню, который к 2012-му поменял свое название, а также который был использован как референс для модели нескольких зданий в ГТА-5. Соседний и единственный в Сан-Андреасе магазин под названием CC Cabinets & Marble Tops, в действительности мы можем увидеть по адресу 8132 Южной Центральной Авеню в Лос-Анджелесе. Но, к сожалению, нет возможности взглянуть на оригинальный текст вывески, который был использован в игровой текстуре. Начиная с 2007 года, этот магазин имеет другой рисунок, но это точно тот самый магазин, так как номер телефона, который написан на изображении игровой текстуры, полностью совпадает с номером телефона реального магазина, за исключением классических трех пятерок. Несмотря на то, что бизнес работает более чем 37 лет, в интернете есть всего одно фото с видом на этот магазин ранее 2007 года, и все равно год этой фотографии не дотягивает до того, когда рисунок на магазине имел тот текст, который мы видим в игре. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, и чтобы узнать больше, подписывайтесь на мой канал и следите за появлением новых выпусков исторического туризма от мира Сан-Андреаса. Всем пока и до следующих встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok